Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Поздравляю вас. Первый день ремиксами софт Пандария окончен. Уверен, вы апнули хороший уровень. Дайте знать в комментариях, какой. Я вот, например, апнул 70 уровень. Спокойно проснулся в пятницу утречком и начал всю эту прокачку. Прокачка заняла у меня 14 часов примерно. Зачистил я 4 локации полностью и при этом немножко начал крыть тонлунские степи. У меня цель ачивочки все сделать в этом режиме и поэтому требуется и рарников убивать, и сокровища подлутать, и кресты абсолютно все-все-все попеределать. Но я потихоньку терплю, справляюсь с этим нелегким занятием. Получается так, что во время прокачки мы лутаем различные доспехи, пушки, и у людей возникают вопросы. Да и у меня изначально тоже вопрос такой возник. А откуда мы вообще будем лутать кольца, тринкеты и ожерелья? В этом видосике покажу и расскажу абсолютно все. Для получения первого аксессуара мы обязаны получить 70 уровень. Клип, момент получения. Вот он перед вами. Есть. Далее идол. Идол это аксессуар. 342-го итем левела. Можно вставить 3 каких-нибудь самоцвета на статы. Второй аксессуар называется Маяк путешественникового времени. И с целью его получения мы должны сделать достижение под названием Эскалация. В результате которого вам нужно пройти 5 обычных сценариев, а также закрыть поиск рейда Асада Аргримара. Абсолютно все кварталы. Асада Аргримара доступна с 60 уровня. Открываем поиск рейда и стартуем. Для получения первого колечка нам нужно сделать достижение, в результате которого вам нужно пройти 6 сценариев в героическом режиме. Да, возможно будет сложновато, но зато мы получим колечко. 6 героических сценариев, которые рассчитаны на 3 игрока. Для получения второго колечка нам нужно сделать достижение героический режим подземелья Пандария. Проходим 9 героических подземелий. Рассчитано на 5 человек. Танк хилл 3дд. Быстренько все проносим через систему поиска подземелий. Получаем еще в награду средний бронзовый ларь. И лутаем колечко. Для получения амулета нам нужно пройти абсолютно все 5 рейдов. Это подземелья Могушан, Сердце Страха, Терраса Вечной Весны, Престол Гросс и Осада Аргримара в обычном режиме. Хотя бы в обычном. То есть придется уже через заранее собранные группы найти что-нибудь. Поиск группы. Я думаю в скором времени будут рейдики. Все-таки первый день. Мало кто еще апнул 60 уровень, чтобы была разблокирована Осада Аргримара. Другие рейды конечно уже имеются. К примеру подземелья Могушан, Престол Гросс. То есть можно что-то найти, можно что-то поиграть, потыкать кнопочки. По факту режим интересный. Самое главное вылутать сейчас всю бижутерию. И можно уже стартовать героик рейда. Закрывать их и дальше уже делать нереальные цифры, наслаждаться игрой. На этом все. Простенькое хорошее видео, которое уверен поможет вам. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.